друзья всем привет наконец-то пришла моя долгожданная посылочка это должен был прийти pinpointer пришел очень быстро я при дней за 10 сейчас откроем его сразу и посмотрим классный нож ребятки покупал express советую всем так открываем пакет с пупырками внутри больше ничего нет вот такой коробки дым целенький наверно пришел в отличие от предыдущей посылочки откроем посмотрим что там должен быть pinpointer петля точнее этот не потеряешь к крепления чехол для него ну полный комплект все в коробке больше ничего нет вот так он упакован вот такая коробочка золото даже ищет ничего себе pinpointer 360 должен быть он короче без движения определять цель открываем коробочку коробки больше ничего нет инструкция на английском языке пакетик как раз вот этой петлей не потеряешь ты что я говорил пружинкой копеечка он такая в подарок это чтобы проверить его крепление на ремень кстати на липучки и на кнопки прикольно жесткая жесткий чехол и сам pinpointer pinpointer без батареек откручиваем так смотрите здесь сразу видно на крышке стоит уплотнительное кольцо то есть как и обещали он скорее всего водонепроницаемый но водонепроницаем какое-то время кто-то писал в отзывах что пружинка приходится изгибом да естественно придется с таким вот дефектом изгибом потому что она в таком положении пакетами во первых не критично во вторых это ну блин на службу не влияет на работу я так понимаю что колечко крепится к самому пину а карабинчик уже на пояс первых отверстием маленькая под карабинчик вторых чтоб можно было снять так гнездо под аккумулятор и там есть надпись плюс и минус многие говорят что читал отзывы что нету пометки где плюс где минус но это не так там есть вставляем батарейку крону закручиваем тапы что-то криво идет все и сейчас будем разбираться как он работает так ребятки сходил я взял у малого линейку деревянную оказывается трудно найти повернул камеру потому что металлического мне есть металлическую будет срабатывать и набрал копеек всяких разных и современных и нет будем проверять значит пинпоинтер включается как одним нажатием резким ну просто нажимаете все переключение режимов удержанием и выключается нажатием вот смотрите все заморгал и он все он готов к работе на что на что-то пищит он пищит на 3 на штатив короче проверить у нас работа его походу не получится что-нибудь придумаю сейчас что-нибудь ребята придумаю итак друзья перебрался я на пол и пищал она кстати на кольца которые у меня были одеты на руке поэтому я не мог понять что он пищит проверять начнем с монетки которую мне прислали начинаем с 20 сантиметров 5 сантиметров она срабатывает так теперь мы возьмем рубль ходячку 4 сантиметра 2 рубля ходячка ну так четыре с половиной пять в этом районе начинает срабатывать она берем 5 рублей ходячки ну вот четыре сантиметра назад отвору на четыре сантиметра перестает срабатывать 25 рублей юбилейные где-то фокус вот такие вот кстати свет начинает виде свет срабатывает на 8 сантиметров 5 с половиной 10 рублей ходячки 5 5 но 5 5 сантиметров 10 рублей юбилейные пять с половиной сантиметров сразу теперь погнали вот по таким это две копейки 35 год и 935 год 4 сантиметра 5 копеек 56 год 6 сантиметров так друзья разобрался с пинпоинтером была значит такая проблема что он ловит помехи оказывается от металлических предметов на больших расстояниях и ведет себя вот так вот я включил все начинает беситься видите что происходит с ним вот чтобы этого не случилось вам необходимо его отнести на максимальное расстояние от всех металлических предметов но это не значит там бежать в поля за километры от металла а просто в центре комнаты допустим сделать такую манипуляцию на расстоянии там 7 сантиметров то есть глубже мы не будем использовать пинпоинтер да кто им пользуется понимает о чем я да там как металлоискателем там на 30 сантиметровым искать не будет а вот в кучке вы какую которую выкопали землю в этой кучке будете им там искать цель соответственно таком расстоянии надо поставить металлический предмет данном случае я буду использовать монетку которую прислали в подарок и включить пинпоинтер то есть вот он выключенный ставим монетку и его включаем вот для чего это он отстраивается на на это расстояние и понимает что дальше ему сигналы ловить не надо я считаю сделаю покажу вам что будет я сейчас за камерой как-нибудь вот так покажу вот все теперь он моросить не будет и смотрите как работает и с этой стороны же с обратной стороны я думаю на таком расстоянии нам сигнала теперь хватит но это ребром монетка и теперь он перестает моросить и даже если я его сейчас положу на стол здесь он кстати ловит болт болт здесь сбоку болт идет с которой столешница держит все он работает как положено и здесь также три режима сейчас идет режим звук вибрация зажимаем на две секунды у нас теперь только вибрация и зажимаем на 2 секунды у нас теперь только фонарик здесь он я считаю что нафиг он мне не нужен если честно я бы его убрал бы выключается коротким нажатием так же как включается попробуем выйдем в поля посмотрим как эта штука себя поведет кстати режим поиска то есть вибрация вибрация плюс звук или просто звук остается в памяти то есть после выключения он остается в том же самом режиме и отстройку от грунта либо как это но я не знаю как правильно в этом металлоискатель это точнее в пинпоинтере это назвать но вот каждый раз манипуляцию с металлическим предметом желательно проводить вот такой вот пинпоинтер так что ждем ближайшего выхода и будем его испытывать подписываемся ставим лайки всем пока